Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочее совещание с председателем правительства Асланом Озовым и его заместителями. Глава региона довел до членов правительства поручения, выработанные по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО, которое на минувшей неделе провел премьер-министр Дмитрий Медведев. Озвученные главой республики задачи прежде всего касались работы правительства по дальнейшему социально-экономическому развитию Карачаева-Черкесии и взаимодействию с федеральными органами власти. Приоритетная задача – майские указы президента страны. Также необходимо четко отработать плановые показатели завершения финансового года по каждому из направлений, подчеркнул Рашид Тимрезов. Отдельной темой рабочего совещания стала реализация государственной программы социально-экономическое развитие СКФО до 2025 года. Также Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с главой администрации Урубского района Алексеем Шутовым. Главная тема – встреча и работа органов местного самоуправления по поддержке действующих производств инвесторов в Урубском районе. Глава района отметил, что жители преимущественно заняты в сельском хозяйстве, в сфере лесозаготовки и деревопереработки. Значительная часть населения трудится на Урубском ГОКе. По словам Рашида Тимрезова, одним из важнейших направлений работы по поддержке малого и среднего бизнеса в Урубском районе, который имеет хорошую историю, должно стать возрождение предприятий по работе с древесиной. Мером по противодействию коррупции, в том числе взяточничеству на территории республики, в 2016 году была посвящена пресс-конференция с участием руководителя управления экономической безопасности МАД Карачао-Черкесии Хусеем Узденовым. Мадина Каракетова подробнее. 64 преступления коррупционной направленности выявили сотрудники управления экономической безопасности МВД республики за 9 месяцев. Резонансом стало задержание организованной преступной группировки, занимавшейся незаконным обналичиванием денег. По словам начальника управления Хусеем Узденова, впервые в Карачао-Черкесии возбуждено подобное уголовное дело. Проводили там мнимые сделки, которые в принципе фактически не осуществлялись, и обналичивали эти денежные средства. За последний период, который мы брали за 3 месяца, они обналичили 1,2 млрд рублей. Важным направлением в работе стало выявление фактов хищения из бюджета и взяточничества. Был задержан руководитель налоговой службы одного из районов республики, взявшийся освободить от уплаты налогов некую организацию и требовавший за свои услуги 200 тысяч рублей. Задержан также сотрудники Министерства труда и социального развития республики, занимавшиеся хищением бюджетных средств, выделяемых на социальную поддержку отдельных категорий граждан. Без соответствующего отката молодым семьям не выделялись эти деньги. Начальник отдела этих выплат была задержана со взяткой в сумме 560 тысяч рублей. То же самое дело направлено в суд. Хусей Узденов отметил, что в части раскрытия преступлений, связанных с хищениями из бюджета, Управление экономической безопасности МВД Карачева-Черкесии занимает одну из лидирующих позиций в России, а два года назад они и вовсе были на первом месте. Самое главное, значит, это возмещение ущерба по бюджетным средствам, которые похищаются. На сегодняшний день нами возмещено 52 процента. Это очень хороший показатель. Есть субъекты, где вообще нет никакого возмещения. Есть субъекты, где 2 процента, где 5 процентов. Декриминализация финансовой кредитной сферы и также особый фронт работы. Было зарегистрировано 150 преступлений в прошлом году за 9 месяцев этого года 44. Приходили люди, особенно в 2013-2014 год, которые впервые узнали, что на их имя выдан кредит от 700 тысяч до 2 миллионов рублей. То есть они узнали об этом только когда уже приставы пришли арестовать имущество. То есть похищались данные клиентов с базы, паспортные данные и выдавались эти кредиты. Естественно, кредиты получали те же самые работники банка. К уголовной ответственности привлечен ряд руководителей филиалов Россельхозбанка. В 2016 году пресечена деятельность 17 подпольных игровых заведений. Возбуждено 18 уголовных дел. Выявлено 22 факта реализации фальсифицированной алкогольной продукции. При этом начальник управления экономической безопасности подчеркнул, что сотрудники полиции имеют право проверять предприятия малого и среднего бизнеса исключительно в рамках проводимых федеральных и региональных операций. Подводя итоги пресс-конференции, Хусей Узденов отметил, что показатель выявленных в Карачаево-Черкесии преступлений коррупционной направленности в текущем году сократился более чем на 15%. Есть и недоработки. Сотрудники работают над их устранением. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Печальная весть. На 1976 году ушел из жизни Касай Баталов. Доцент – отличник народного просвещения, автор научных статей, учебников школьных и вузовских программ по абазинской литературе. Касай Аджумарович преподавал на кафедре черкесской и абазинской филологии в КЧГУ имени Умара Алейва. Проводить последний путь Касая Баталова пришли его коллеги, родственники, выпускники вуза разных лет, для которых он был не просто преподавателем, но и наставником. Также нынешние студенты – друзья. Похоронили Касая Аджумаровича Баталова в Карачаевске. Сейчас настало время погоды, а после мы продолжим выпуск. По сообщению синоптиков. Завтра в Карачаево-Черкесии местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и снега. Ночью и утром туман. Ветер восточный и северо-восточный. 7-12 метров в секунду, порывы до 20. Температура ночью минус 3, плюс 2, днем плюс 1, плюс 6. В горах ночью до 9 градусов мороза, а днем до 5 тепла. В Черкесске небольшой дождь с мокрым снегом. Температура ночью до 2 градусов мороза, а днем 1, 3 выше нуля. Продолжаем выпуск. Избрание атамана Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска и подведение итогов работы за последние 5 лет. Все эти вопросы обсудили на отчетно-выборном сборе, который прошел в Черкесске. Наш корреспондент Александр Коваленко наблюдала за происходящим. В Карачаево-Черкесии ведется целенаправленная работа по реализации политики в отношении казачества. С этих слов начал свое обращение к присутствующим председатель Народного собрания Республики Александр Иванов. Руководство Республики поддерживает ваши позитивные инициативы, начиная от создания фольклорных ансамблей до открытия классов казачьей направленности. В нашей республике много делается для укрепления мира, межнационального согласия, сохранения стабильности в регионе и консолидации проживающих здесь народов. И то, что мы живем в благополучной республике, где царят мир и согласие, в том числе результат. Спикер парламента поблагодарил атамана Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Виктора Бородкина за долгую и эффективную работу. Хочу от имени атамана Кубанского казачьего войска Николая Александровича Далуды сказать слова благодарности за позицию руководства республики и конкретно Рашиду Бориспевичу, главе республики, за такую позицию, такую поддержку. Раньше были проблемы колыхания, атаманы первичных обществ не подчинялись районным, замыкались где-то напрямую на отдел. Сегодня четко выстроено. Во всех районных казачьих обществах избраны атаманы, во всех первичках избраны атаманы и чувствуется вертикальное управление. Также Виктор Бородкин рассказал о мероприятиях, которые провели казаки во имя сохранения и развития казачьей культуры, направленной на патриотическое воспитание молодежи. Атаман поблагодарил представителей исполнительной и законодательной власти. Благодаря тесному взаимодействию был решен ряд важных задач. Затем выступили атаманы районных казачьих обществ. Они удовлетворительно оценили работу Виктора Бородкина и всего потолпашинского отдела за отчетный период. Затем казаки приступили к ответственному моменту сбора – выборам атамана Баталпашинского отдела. За Виктора Бородкина все проголосовали единогласно. Первым заместителем стал казачий полковник Геннадий Ермаков. Вновь избранный атаман и его заместители сразу же определили цели и задачи, над которыми будут работать последующие годы. Александр Коваленко, Азлан Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия. Свой предюбилейный 89-й день рождения отметила туристическая и студенческая столица Карачаево-Черкесии – Карачаевска. О празднике и о планах и достижениях города в репортаже Ахмата Халкечева. На центральной площади города с самого утра многолюдно. Большой праздничный концерт по случаю торжества предварили выступления детских коллективов, которые своим творчеством порадовали горожан и гостей праздника. А для детей, в свою очередь, в городской администрации был подготовлен подарок – выступления аниматоров, клоунов и всевозможные развлекательные игры. А нашей съемочной группе посчастливилось встретиться с одной из старейших жительниц Карачаевска – Софьей Барлаковой, которая более 60 лет работает учителем в первой школе. Софья Юсуфовна старше своего любимого города всего лишь на пару лет. К примеру, долгожительница вспоминает, что в 30-е годы по улице Магометова всего-то было около пяти двухэтажных квартирных домов, которые возводили строители из Армении по немецкому образцу. Если сравнить тот город и нынешний, сколько всего изменилось? Ну, сколько одни дома, что стоят. Конечно, изменилось очень и очень много. И в жизненных условиях, и в материальном, и в моральном, во всем. Этот городок был у нас такой красивый, вы не поверите. Цветочек один никто не трогал. Улица Мира была просто как коврик. Цветочки вот эти маленькие. Очень красивый был городок в то время, вот до войны. Общение с Софией Юсуфовной сподвигло и нас прогуляться по историческим местам Карачаевска. Основателем города считается Курман-Али Курджиев. Первый камень в основании был заложен в 1926 году. А 7 ноября 1927 года состоялось торжественное открытие столицы Карачаевска. За свою недолгую историю этот город назвался по-разному. С момента основания и до 1943 года Микоян-Шахар. А с 6 ноября 1943 года и до 1957 года был переименован в Клухори. Нынешнее название Карачаевск приобрел после возвращения карачаевцев на историческую родину. Вот в этом здании за моей спиной, строго выдержанном в архитектурном стиле конца 19-го, начала 20-го веков, до депортации карачаевского народа в 1943 году располагалось все руководство Карачаевской автономной области. Многие помнят Карачаевск как город молодости и утопающей вечной зелени. В сложные постперестроечные годы, в принципе, как и по всей стране, и здесь был упадок. Но сейчас Карачаевск стремительно преображается, стараясь соответствовать всем современным требованиям. Всем жителям города, всем гостям я желаю, в первую очередь, здоровья, благополучия. Очень многое здесь и построили, и сдали, и наметили еще. Так что к следующему юбилею, наверное, еще лучше и краще будет выглядеть город Карачаевск. Не зря Карачаевск называется туристической и студенческой столицей республики. Ведь всемирно известный горнолыжный курорт Домбай и здравница Тиберда входят в состав именно Карачаевского городского округа. А КЧГУ имени Умара Алиева является самым старейшим вузом Карачаева Черкесии. Сейчас в Карачаевске обучаются студенты не только из соседних регионов страны, немало здесь и иностранцев из ближнего и дальнего зарубежья. С днем рождения Карачаевск поздравили и студенты из Чехии. Праздник продолжили выступления известных эстрадных исполнителей Северного Кавказа. В завершении концерта праздничное небо над городом озарили залпы салюта. Ахмат Халкищев, Аслан Баташев, Вести Карачаева Черкесия, Карачаевск. В свое время наказать помощь утопающему и повысить профессиональные навыки погружения. В Гуначхирском ущелье на озере Тубан-Лы-Кёль прошли региональные учебно-тренировочные сборы по водолазной подготовке спасателей Северного Кавказа. Подробнее в материале Алихан Репшокова. Гуначхирское ущелье завораживает красотой и величием горного ландшафта. Именно здесь, на озере Тубан-Лы-Кёль, проводят свои учебно-тренировочные сборы спасателей Северного Кавказа. Сотрудники МЧС отрабатывали технику погружения, а также разбирали ряд теоретических и практических вопросов по оказанию помощи людям, попавшим в беду на водных объектах. Также МЧСники провели практическое занятие по спасению утопающего дайвера. Помимо этого водолазы исследовали дно озера. Благодаря таким учениям сотрудники МЧС мгновенно могут оказать помощь на воде, несмотря на глубину. Эта тренировка проводилась в течение трех дней. Мы полностью составили схему глубин этого озера непосредственно. То есть нарисовали картографическую схему на предмет, если вдруг что-то здесь случится, потому что здесь все-таки зона отдыха, и дайвинг начинает развиваться, в том числе в Грачево-Черкесии. На предмет, не дай бог, погибшего дайвера надо будет искать, водолазы уже будут знать. Здесь непосредственно водолазы Грачево-Черкесского регионального отряда. Они будут знать, где и какую глубину им рассчитывать. Водолаз-спасатель – очень ответственная и опасная работа, так как вода никаких ошибок не прощает, и все может закончиться весьма трагично, отмечают сотрудники МЧС. И немаловажно для спасателей всегда быть на готове. А такие тренировочные сборы помогают повысить навыки погружения, а также работать под водой в любых погодных условиях. И сегодняшние учения еще раз это доказывают. Насчет погружения в такие озера, ну, может быть, немножко где-то сложнее, в том плане, что приходится проходить дополнительную акклиматизацию. А легко или тяжело – все зависит от натренированности и от частых тренировок. Чем чаще тренируешься, тем больше навыков, тем легче. Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Помимо этого, опытные водолазы закрепили свои навыки в проведении поисково-спасательных работ под водой, а молодые сотрудники МЧС набрались полезного опыта. Аляхаль Непшоков, Аслан Баташев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Московская борзая». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok